Спасибо, Дмитрий Германович. Мы обсуждали в прошлый раз план наш, который мы надеемся реализовать в следующем году, в 2015-м, отметить здесь, в наших стенах, вечер провести священному вашему учителю Ниязу Даузову. Обязательно нужно это сделать. Это великий, великий артист, реально великий артист. Понимаете, столетие его в прошлом году мы отметили. Был такой «Грозовой перевал», как мы его с женой называли, потому что было 10 или 12 публикаций в журналах, газетах, в консерватории гала-концерт был. Реквен Верди в честь него был исполнен в театре оперы и балета. Потом был спектакль «Ромео Джуретто», посвящен ему, его памяти. И в Екатеринбурге, где его носили на руках, носили на руках этого человека, я уж о нем скажу, потому что он сотрудничал вместе, это привязано к теме, поскольку он был коллегой Зурехи Гатауловны. И я, когда был в Екатеринбурге, на вешалку театра я пришел. А у меня шляпа такая австралийская, кожаная есть. И меня спрашивает гардеробщица, а вы артист, наверное? Я говорю, ну, да. Она говорит, а вы что, приехали вот что-то выступать? Я говорю, да нет, вот не здесь, это в консерватории будет. К сожалению, театр вот как-то так, не так уж откликнулся. Дали, правда, спектакль в его честь, князь Игорь, где он Владимира Игоревича пел. В консерватории. А кого? Я говорю, неоскуравщина. Даутов. Да что вы, неоскуравщина, пожилая женщина. Говорю, да это же наша любимица, это же кумир, я девочкой бегала на его спектакле. Знаете, его в Екатеринбурге, его носили на руках буквально. Это уж я к тому забегаю, делаю анонс такой маленький, чтобы пришли люди, зная, на чей концерт они придут, в памяти кого они придут. Когда он шел по улицам, и за ним женщины зимой шли и ели снег, Господи, его следов. Как это бывает, только срок звездами современными. Вот это был такой человек. Кстати, вот показывали лица моих друзей, Зухры и Хайдара. Вот Хайдар обязан вообще всем ему. Никакого бы Хайдара Беричева не было. Вообще просто в живых бы просто его не было. Он бы умер рано. Потому что Ниас Курамшевич помог ему вылечиться от его очень тяжелой болезни, болезнь надпочечников. И вот он стал вот таким кумиром народа, таким певцом. Это мы поговорим о Ниас Курамши, о нем я могу часами рассказывать. Это уникальная личность. Договоримся, когда мы это сделаем. Обязательно. Спасибо. Продолжение вечера. Мы приглашаем выступить со своей программой. Рассказать, я думаю, что лучше расскажет сама наша героиня, композитор Зубия Раупова. Зубию Раупову все присутствующие знают хорошо. Как автора оперы «Акс Гуэрэ» «Белый Волк», чья премьера московская состоялась в августе этого года в рамках Дней культуры Республики Татарстан. И очень приятно, я еще раз повторю, что оперное татарское искусство возрождается после длительного периода затишья. Сейчас появилась эта очень известная, уже ставшая замечательная опера. В ней принимал участие Альбина Латипова, и Альбина мы тоже сейчас услышим. Поэтому Зубию Раупову приветствуем, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Хайрвен Киш, Хайрвен Заслав. Мне очень приятно принимать участие в таком замечательном вечере, вечере памяти, посвященном Хисматуллине Зубии Катаулли. И приятно, что наряду с народной музыкой прозвучала и оперная музыка. Мы специально для этого вечера приготовили небольшой фрагмент из моей оперы «Белый волк» Аббуре. Эта опера написана специально по заказу Государственного Стефанического Оркестра Республики Татарстан. Она прозвучала трижды, и совсем недавно, как сказал Марат, она прозвучала в августе в Доме музыки. Мне очень приятно, что здесь присутствуют люди, которые имели возможность это оперу услышать. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Найлю Ибатуровну Горееву, музыковеда, которая откликнулась на мою просьбу и написала замечательную статью. И я надеюсь, что в скором будущем мы сможем иметь такую возможность ее прочитать и увидеть. Зная, что наш вечер медленно затянулся, мне хочется быть краткой, потому что время действительно им всех уже поджимает, мы приготовили с Альбиной Латиповой небольшую литературно-музыкальную композицию. Мы специально приготовили фотографии для тех, кто не видел оперу, чтобы они могли немножечко с ней познакомиться. Премьера оперы прозвучала в дни универсиады, она входила в культурную программу универсиады. Это было 15 июля 2013 года. На этой премьере побывало более 24 тысяч зрителей. Опера действительно имела огромный успех. И мне действительно хотелось бы, чтобы эта опера жила и дальше. И я надеюсь, что так и будет. А сейчас мы покажем небольшой фрагмент. Я хочу сказать, что Альбина участвовала во всех установках. Я приглашаю Альбину. Альбина чудная, нам ее не хватает. Замечательно, что вы имели возможность теперь с ней познакомиться. Я думаю, теперь она будет здесь гораздо чаще появляться. А сейчас, с вашего позволения, я веду вас немножечко в курс этой сказки. Сюжет этой сказки в основе ее древняя татарская легенда. Акбория, Белый волк. Ее нашла я совершенно случайно, когда я читала своим детям сказку. Я увидела только заголовок. И моментально же я поняла, что это то, что мне надо. Буквально через несколько месяцев мне позвонил Александр Сладковский. И на вопрос мой, какой же будет сюжет, я уже знала. Потому что я уже тогда была влюблена в эту сказку. Итак, мы начинаем. Давным-давно жил на свете Белый волк. Был он мудр и справедлив. В лесу он был хозяин. И стоял на высоких холмах золотой город. Белому волку поручил Всевышний оберегать и хранить живший там народ. И был у них предводитель, хан, у которого трое сыновей, да красавица жена, хан Вике. Счастливо жили хан и его семья, да случилась беда. Налетел на волос золотой город грозный треуглавый див, и похитил он прекрасную хан Вике. Старшие сыновья один за другим отправились на поиски матери, да не вернулись. Шли годы, весну сменяло лето. Вырос, возмужал младший сын, хана Тегин. И решил он отправиться на поиски матери и братьев. Долго шел молодой батыр, пока не встретил белого волка. И повидал тот ему печальную весть. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Братья его превращены в камни, а мать Томирца в царстве слова зла. Субтитры подогнал «Симон» Вот он нам Симон 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 Аплодисменты 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 Эта программа называлась «От истоков до наших дней», и вот я, когда познакомилась с музыковедом Нейлей Батумной Гореевой, узнала, что такие программы уже здесь были и существовали. Может быть, как-то мы сделаем это совместно, может быть, это по другим ракурсам подойдет. И, в принципе, я готова...